Сергей Георгиевич, одна из самых обсуждаемых тем, связанных с вашей персоной, да, во многом благодаря раскрутке этой темы по федеральному телевидению, но есть видео, где вы убиваете в берлоге медведя. И это видео вызывает настоящий шок сегодня в 2020 году, потому что для людей это в принципе дико. Многие к охоте относятся весьма странно, но когда убивают медведя в берлоге, это вообще необъяснимая история. Ну, во-первых, я должен сказать, что действительно большое количество людей к охоте относятся весьма, значит, негативно, вот, хотя люди, которые живут в Сибири, они очень часто страдают от диких животных, которые, в том числе и в зимнее время, доставляют им огромные проблемы, в том числе и, так сказать, проблемы для здоровья и жизни, значит, людей. Но не спящие медведи. И не спящие в том числе. Но не спящие медведи. Медведи, которые спят в берлоге, не доставляют себе. У меня такое ощущение, что вы лучше меня знаете, как там это всё проходило. Я отвечаю, отвечаю, значит, просто я говорю, что ситуация для отношения к этим делам разная. Это раз. Второе, значит, я не хотел бы, значит, входить в подробности. Это слишком долгое было бы нам время с вами затратить для того, чтобы всё это рассказать. Единственное, что я должен сказать, что четыре раза по требованию депутатов от «Единой России» возбуждались уголовные дела. И все эти четыре раза, значит, было признано, что мои действия были законными. Вот на этом я поставлю точку. У меня, подождите, у меня остались вопросы. Ну, понятно, почему уголовные дела не завели. Потому что, судя по всему, охота была до 30 ноября. В разрешённый период. То есть у нас закон ввёл ограничения на охоту в зимнее время, на медведя в берлогах. Но после 30 ноября зима начинается. Правильно? Да, конечно. Но это не отменяет того, что это была охота на медведя в берлоге. Это отменяет то, что была охота на медведя в берлоге. Потому что уголовное дело, которое расследовалось, оно как раз... Людям объясните. Смотрите, я понимаю, что вы перед законом чисты. Но люди претензию не снимают в этом. Это просто... Вы же меня перебиваете и хотите, чтобы я вашими словами отвечал или ответил так, как вам хочется. Ответьте своими. Вот я ещё раз повторяю. Первое, значит, признано законными четыре раза. Второе, то, что, значит, там было выявлено в результате вот этих многочисленных расследований, выявило, что, значит, этой охоты не было. В смысле? Подождите, я видел своими глазами видео. Вот вы видели видео, постановочные кадры. Нет, секундочку. Вам заряжают ружьё, дают его в руки. Вы пристреливаетесь, подходите к берлоге, стреляете в берлогу. В каково вы в берлоге стреляете? Я ещё раз повторяю, что вы видели постановочные кадры. Ещё раз, третий раз повторить? Или вам не по-русски сказать? Постановка, это значит, не с вами? Нет, это совсем не значит, что не со мной. Это значит, что со мной, но постановочные кадры. То есть это съёмка, которая была сделана специально для того, чтобы... Ну, наконец-то. Эта ванна была сделана съёмка. Наконец-то, с третьего раза выполняет, о чём речь. Для того, чтобы иметь возможность вот такие кадры у себя в архиве. Медведь, которого вытаскивают из берлоги после того, как в него стреляли. Он не настоящий? Настоящий. Как он там оказался? Вот это не ко мне. Я его туда не засовывал. Но стреляли в берлогу, в которой не было медведя. И вы думаете, что люди вам поверят? А я не собираюсь добиваться того, чтобы кто-то мне верил, кто-то не верил. Люди, которые знают... Вы публичный политик, и мне казалось, что вам важно, что люди думают об этом. Люди разные. Люди разные. Есть люди, которым что-то не говоришь, они будут всё равно говорить своё. Но я вам сказал то, что я могу сказать в этой ситуации. И я бы хотел на этом точку поставить. Первое, уголовное дело были возбуждены четыре раза. И не признано, что я нарушал закон. И второе, что это были постановочные кадры. Для вашего архива? Для моего архива. Но объяснить, зачем эти кадры нужны в архиве, вы не можете. Почему? Расскажите, если правда интересно. А вы знаете, если вы хотите, чтобы я объяснял свои желания, это не всегда можно объяснить. Просто это выглядит как неправда. Я к этому, Сергей Георгиевич. Дело в том, что вот как раз эту часть, эту часть очень серьёзно расследовали четыре раза представители правоохранительных органов. И оно может в ваших глазах выглядеть как угодно, но именно эта часть была расследована и была признана, что это действительно так. А последнее тогда, не можете объяснить, если вы не знаете, кто притащил туда этого медведя? Медведь был убитый, судя по всему. Если вы не можете объяснить, кто притащил туда этого медведя, объясните, как он исчез из уголовного дела тогда. Я не собираюсь объяснять, я не то, что не могу объяснять, я не собираюсь этого делать. Понятно. Я вам пытаюсь ответить на вопросы так, как есть, а вы хотите, чтобы я отвечал так, как вам угодно. Так не получится у вас. Потому что я хочу, чтобы вы ответили на эти вопросы, а вы на них не отвечаете. Я на них ответил. Но вам хочется, чтобы я по-другому ответил. Я хочу, чтобы вы рассказали, зачем вам нужны эти кадры. Я правда не понимаю. Для меня, на самом деле, вот сейчас... Зачем вы здесь сидите сейчас? Я зачем здесь сижу? Я ведущий этого интервью. Я задаю вам вопросы. А почему вы ведущие? Вы можете ответить, почему вы ведущие? Вам так хочется? Нет, потому что мне так хочется, и потому что так хочется моему главному редактору. Он меня посадил сюда. Вот видите, вот и ответ. Я так сказал, что мне хотелось, чтобы у меня в архиве были такие кадры. Если человек говорит неправду или пытается говорить неправду, я начинаю с этим человеком разбираться. Если мне кажется, что этот человек говорит неправду, мне так кажется. Сергей Георгиевич, я понял, что мы здесь... Хорошая постановка. Если вы берете на себя ответственность решения... Конечно, берете на себя ответственность перед своими слушателями. Да нет у вас никакой ответственности перед слушателями. Они с меня в шкуру спустят. Да никто с вас ни в шкуру не спустит. Не надо преувеличивать. Просто если вы речь ведете о том, что вы хотите, чтобы я ответил так, как вам хочется. И вы берете на себя право, чтобы определять, кто говорит правду, кто не говорит правду. У вас нет такого права. Понимаете? Вы не ответили на вопросы. Ну это вы так считаете. Ну хорошо, останемся при своих мнениях.